ДИСНА ТВ В этом году в наших школах за парты сядут 3040 учащихся. День знаний в Десногорске. Будет проведена организация для улучшения с обращениями граждан. Производственная система Росатома будет работать в администрации города. Это ежегодный турнир, мы проводим его каждый август. Итоги соревнований «Атомный валан-2017». А теперь об этих и других событиях подробнее. Сегодня, 1 сентября, во всех образовательных учреждениях Десногорска прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Подробности в нашем сюжете. В этом году в Десногорские школы в первый день сентября пришли 3040 школьников, что на 50 учеников больше, чем в прошлом году. Во всех общеобразовательных учреждениях в этот день прозвенел первый в этом учебном году звонок. И прошли торжественные линейки. С Днем знаний педагогические коллективы и учеников поздравили представители администрации Смоленской атомной электростанции и руководство города. 1 сентября, дорогой и близкий каждому из нас праздник. Мы все начинали взрослую жизнь со школьников. И в этот день вспоминаем своих первых учителей. Благодарим их за огромное терпение, внимание, чуткость и любовь к детям. В этот день желаем всем больших творческих успехов, удачи во всех делах, терпения, преодоление трудностей и целескновенности. С праздником! Ребятам, показавшим отличные результаты в учебе, занявшим призовые места в конкурсах и олимпиадах, а также активно участвующим в общественной жизни школ, вручили похвальные грамоты и благодарственные письма. Школьники преуспели не только в освоении наук, но и активно участвуют в общественной жизни города. Многие из ребят принимают участие в проектах Росатома. Самых активных отметили дипломами и памятными подарками. В прошлом учебном году школьники принимали участие в движении «Готов к труду и обороне». Прошедшие тестирования в торжественной обстановке получили знаки отличия. Много теплых слов, цветов и счастливых улыбок было в этот день. Это начало еще одного года школьной жизни. И вот что ждут от него педагоги. Чтобы все было хорошо и у учеников школы, и у педагогического коллектива, и, конечно, у родителей. Меньше, чтобы было у нас волнение, чтобы было неудачи. Чтобы все у нас сложилось хорошо в новом учебном году. В новом году, конечно же, много каких-то побед. Хочется, чтобы наши дети много участвовали в разных конкурсах, побеждали, чтобы получали удовольствие. Всего самого-самого, конечно, хорошего. У школьников тоже много планов на этот учебный год. Везение, конечно же, удачи во всем и успехов. Улучшить свои спортивные навыки и хорошо сдать экзамены. Но больше всего в этот день взволнованы первоклашки и их родители, потому что у них начинается новый этап в жизни. Начинается у ребенка новый промежуточный этап в жизни. Будем ей помогать, поддерживать. И не только у нее, и у нас начинается новый этап. Поэтому будем стараться. Чтобы в них все сложилось, все было хорошо, чтобы дети все сдружились. Все было у них отлично. Завершились торжественные линейки первыми уроками, которые в этом году были посвящены очень значимому событию для нашего Атомграда – 35-летию пуска первого энергоблока Смоленской АЭС. В детском лагере «Орлеонок» завершилась правоохранительно-патриотическая профильная смена «Патриот». Она была посвящена сотрудникам смоленских органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. В ней приняли участие подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Для них были организованы мастер-классы, проведенные бойцами спецподразделений, встречи с сотрудниками ГИБДД, экспертами-криминалистами и юристами. В День знаний на площади у открытой городской эстрады состоялась праздничная программа для учащихся школ города. Подробности далее. Яркий незабываемый праздник подготовили для школьников Десногорска воспитанники и педагоги Дома детского творчества совместно с сотрудниками городского центра «Досуга». На площади перед эстрадой со всех школ собрались главные участники. «В этом году в наших школах за парты сядут 3040 учащихся. Это почти на 50 человек больше, чем в прошлом учебном году, чему мы несказанно рады. Среди них первый школьный порог перешагнули 371 первоклассник. Выпускников около 350 человек, которым предстоит пройти трудные испытания в форме ЕГЭ и ОГЭ». С началом нового учебного года учащихся поздравили представители градообразующего предприятия и глава Десногорска. «Дорогие школьники, пусть новый учебный год принесет вам глубокие знания, увлекательные открытия, радость творчества. Пусть дорога наших первоклассников к знаниям будет светлой и радостной. Пусть этот учебный год станет для всех вас отправной точкой к покорению новых вершин». С 1 сентября во всех школах нашего города стартуют конкурсы и мероприятия, организованные Госкорпорацией «Росатом» и Смоленской атомной электростанции. Школьники и педагоги активно принимают в них участие. В торжественной обстановке победители, призеры, финалисты и просто участники были отмечены дипломами, почетными грамотами и памятными призами. Продолжился праздник веселыми эстафетами, конкурсами и фотосессиями». В области сотрудники ГИБДД провели массовую проверку водителей, перевозящих детей. В итоге выяснилось, что не все родители ответственно относятся к безопасности своих маленьких пассажиров. Водители привлечены к административной ответственности. На каждого автомобилиста составлен протокол с наложением штрафа в сумме 3000 рублей. Акция «Внимание, дети!» будет продолжена до 7 сентября. Ельня отметила День города. Эту дату и 74-ю годовщину освобождения Ельни от немецко-фашистских захватчиков ельницы смогли отпраздновать в обновленном Доме культуры. Благодаря федеральному проекту «Местный дом культуры», который стартовал в этом году, в ДК появилась новая одежда сцены, музыкальное и световое оборудование. Производственная система «Росатома» внедрена уже во всех структурных подразделениях атомной отрасли. Ее эффективность позволяет использовать временные, трудовые и финансовые ресурсы. Она универсальна и может использоваться в организации труда практически на любом рабочем месте. Как ее будут применять сотрудники администрации нашего города, мы расскажем подробнее в следующем сюжете. 25 августа в учебно-тренировочном комплексе Смоленской АЭС проходил семинар для сотрудников администрации Десногорска по базовому курсу производственной системы «Росатом». На занятии познакомились с культурой бережливого производства, принципами ПСР и системой эффективной организации рабочих мест 5С. Производственная система «Росатом» универсальна, так как дает возможность сделать анализ потерь, найти методику исключения ошибок и потерь в любом производстве. Производственные системы, они направлены на сокращение времени протекания процессов. То, что у каждого человека есть свои задачи, обязанности, и чем быстрее, качественнее и лучше он их делает, тем лучше всем окружающим. То есть здесь как раз вступает в силу взаимоотношения поставщик-заказчик. И вот именно такие примеры с производственной системой «Росатома», то есть будь то проявление системы 5С или борьба с потерями, то есть вот такие примеры пытаемся донести до работников администрации. Тренинг определил для специалистов администрации принцип действия ПСР на любых рабочих местах, независимо от того, промышленное это производство, логистический центр или административная структура. Уже после первого занятия у специалистов администрации появились идеи для улучшения рабочего процесса. Будет проведена организация для улучшения с обращениями граждан, непосредственно касаемо приема, личного приема главы граждан. То есть будем работать вот в этом направлении. И также, чтобы была доступна информация для жителей города. Специалисты администрации уверены, что после семинаров по внедрению производственной системы «Росатом» однозначно появятся результаты повышения качества муниципальных услуг. На полях региона продолжается уборка зерновых культур ранних сортов картофеля и льна. Уже убрано 34 тысячи гектаров зерновых культур. Лидирующие позиции занимают хозяйство Починковского района. 26 августа в спортивном зале «Фок Десна» прошло первенство Смоленской области по бадминтону «Атомный валан-2017». Итоги соревнований в нашем сюжете. Организовали и провели соревнования члены бадминтонного клуба «Апрель». Продвигая олимпийский вид спорта, инициаторы заботятся о здоровье спортсменов, так как бадминтон приносит большую пользу для всего организма в целом. Всех желающих, кто хочет участвовать, играть, кто хочет заниматься спортом, мы их рады всегда видеть у себя на тренировках. Чем, да, что знаем, поделимся, научим. Это, ну, ведь спорт очень хороший, подвижный, масса впечатлений, эмоций и разрядка после рабочего дня. В лидерах оказались спортсмены из Обнинска. Гости из Воронежа, Белгорода, Калуги, Смоленска и городов нашего региона также не остались без наград. В арсенале профессиональной аварийно-спасательной службы региона появился эхолот. Он позволяет оперативно обследовать дно на большой территории в поисках утонувших людей и предметов, что особенно важно в тех случаях, когда точное время происшествия неизвестно. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала Десна, defis.tv.ru. Благодарю вас за внимание и желаю хороших выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова